Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я рад вас приветствовать на своем канале. Я визажист, с опытом работы 25 лет, обучаю женщин искусство красоты. И я не так давно показывала свой утренний ритуал, что я делаю с утра, какие манипуляции, это средства для очищения кожи, макияж. А сегодня я хочу показать свой вечерний ритуал. Вот сейчас уже практически 15 минут 12-го я собираюсь идти спать. У меня был сегодня достаточно насыщенный день. И вот этот момент, когда я в ванной комнате и начинаю процесс очищения, я его очень обожаю, потому что для меня это прям такой, знаете, идеальный поход ко сну. То есть для того, чтобы хорошо спать, мне нужно сделать все эти манипуляции с очищением, кремы, сыворотки и так далее. И когда я это все делаю, я чувствую себя удовлетворенной и с удовольствием иду спать. И вот я хочу показать, что я использую, какие средства, ну и как я все это делаю. Давайте начнем. В первую очередь я очищаю глаза, всегда. И для этого я использую мицеллярную воду Биодерма, всем знакомая. Или другой вариант, это средства для снятия макияжа с глаз с фирмы Иф Роше. Двухвазная жидкость, наполовину масла, наполовину тоник. Перед тем, как я наношу, мне нужно взболтать. Ну и вот в зависимости там от состояния кожи, как бы что мне нравится там или какая тушь, я выбираю то или иное средство. Вот беру, если мицеллярную воду, то ватные диски я стараюсь намочить так, чтобы они были максимально там просто пропитаны этим средством. Тогда будет очень бережное очищение зоны глаз. Глаза у меня такие достаточно капризные, в том плане, что кожа быстро там проявляет следы усталости. Видите, сколько раз я делаю? Вот это все смачиваю. Поэтому, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии, я, конечно, не смываю макияж просто какой-то пенкой. Я обязательно это делаю вот такими двухфазными средствами или вот этим средством Биодерма. Очень хорошо смочила, наношу вот так вот на глаза, такой компресс и жду где-то минутку. То есть очень важно, чтобы мицеллярная вода или средства для снятия макияжа очень хорошо растворили косметику, особенно тушь. Потому что я вот замечаю на своих клиентах, что как раз многие неправильно стирают и тем самым травмируют кожу. А травмируют чем? Если ватный диск очень сухой, то вы начинаете очень активно стирать макияж. И в итоге получается очень сильное физическое такое воздействие на кожу, прямо чуть ли не выдавливая глаз. И потом мы удивляемся, а почему вот такая кожа здесь плохая? Потому что не надо ее вот так травмировать. Поэтому если вы достаточно хорошо смочили ватный диск, то в принципе достаточно быстро все и смывается. Я в основном использую термо-тушь. Термо-тушь это тушь, которая смывается теплой водой. И мицеллярная она тоже смывается, только значительно дольше. То есть нужно ее еще немножечко подождать и растопить. А вообще тушь я смываю, чтобы она не попала в глаза, именно вот таким способом. То есть я мочу ватные диски теплой водой, вот так вот прикладываю. И у меня термо-тушь она моментально просто смывается. Так, этими же ватными дисками я смываю и практически все лицо. Без фанатизма. То есть я не стараюсь смыть тональное средство, которое тем более с СПФ, мицеллярной водой. Я это делаю гидрофильным маслом. Так, вот сейчас я намочила ватные диски теплой водой. И вот так вот прикладываю. Держу. Или если это в душе, я вообще в душе все это делаю. И потом, посмотрите, вот таким вот образом, видите, вот так вот, раз, раз. И вот, вот такими, можно сказать, чулочками, он, видите, как она тут, хлопьями смывается. И чем мне нравится тушь? Во-первых, она хорошо держится. Во-вторых, нет вот этого эффекта панды, когда вы умываетесь. Это очень удобно. Вот, и все. Вот она практически, у меня ресницы чистые. Вся тушь смылась. Переворачиваю, вот видите, и с другой стороны. Ну, то же самое с этой стороны. Намочить, подождать, чтобы тушь подтаяла. И тогда без проблем смывается. Смотрите, сейчас еще такой приемочек покажу. Так вот, раз, можно пальчиком, так, моргаю, и у меня, вон, видите, тушь смывается. Тоже очень удобно. Так, что я делаю дальше? Дальше у меня идет вход гидрофильное масло. Гидрофильное масло нужно наносить на сухое лицо. Обязательно, потому что там даже в инструкции написано. Поэтому те, кто говорят, что мне не понравилось гидрофильное масло, вы его неправильно используете. То есть, вы берете гидрофильное масло, у меня это медипил. Сейчас я его использую. Наносите на сухие ладошки. Я немножечко вот так вот вспениваю. И потом наношу на лицо. А затем слегка вот так вот массирую. Буквально в течение 30 секунд. И у меня все средства декоративной косметики. Это особенно важно гидрофильное масло, кто использует средства с СПФ. Я вот так смываю остальную часть косметики. Глаза уже особо не трогаю, потому что я их хорошо отмыла специальным средством для зоны глаз. Все. Теперь я добавляю воду. И что делает вода? Она масло разбавляет, и масло превращается в воду. Вот какой этап очищения идет гидрофильным маслом. И у вас получается очень чистая кожа. Но все равно после этого еще нужно смыть это масло специальным средством для снятия макияжа. Это молочко или гель, что вы обычно используете. Так, я смыла гидрофильное масло. Вот у меня лицо мокрое. Затем я беру гель для снятия макияжа. У меня два фаворита. Это вот такой вот гель нежный лен. И тоже и фроше. Тоже гель 3 в 1. С кислородом, забыла с чем. Но что-то тоже из какой-то, какая-то их новинка. Мне очень нравится, потому что такая приятная текстура. Ну, допустим, я беру этот гель и, соответственно, уже на мокрое лицо наношу этот гель. Зачем столько премудрости? Я сейчас вам объясню. Дело в том, что, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии, и учитывая вот эти все современные средства декоративной косметики, это очень важно, потому что как раз вот этот этап очищения позволяет делать это бережно. В первую очередь это бережно. С одной стороны, кажется, одно, второе, третье. А с другой стороны, вроде бы, так много, но при этом кожа остается в хорошем тонусе. Нету пересушивания, особенно зона вокруг глаз. А мы все хотим, чтобы у нас кожа сохранилась в хорошем состоянии. Ну, так вот, этот этап очищения нужен. Вот я делаю, соответственно, как сейчас говорят косметологи, дерматологи по этой науке. Все, теперь я смываю гель. Вы думаете, это все? Нет? Сейчас будет следующий этап. Уже по традиции, не первый год, делаю такую неделю красоты. Как ухаживать за кожей, как ее слушать, какой у вас тип старения, какую косметику выбирать. И когда вы правильно выстраиваете всю технологию ухода, вы увидите, как быстро кожа откликается и выглядит очень хорошо. И я вас научу, чтобы макияж смотрелся так, как будто его нет. При этом можно потрогать кожу, она естественная, нету тонной косметики. Чтобы мы каждый день были красивыми, а не только по праздникам. И при этом, чтобы мы использовали те средства, которые доступны с учетом нашего бюджета. И, конечно, сама техника, чтобы это было все быстро, легко, в удовольствие. И чтобы вы получали потрясающий результат. Как красить глаза, как работать с новейшим веком, как скрыть пигментацию, как рисовать стрелки, как увеличивать или уменьшать, если вам это надо, губы, как сделать макияж стойким. То есть будет очень много того, что поможет обогатить ваш внешний вид. Что вы в своем возрасте, в 40, 50, 60, 70 или 80 лет, можете выглядеть как роскошная женщина. И сможете этими знаниями пользоваться в свое удовольствие не один год, а много лет. До встречи на курсе! Так, у меня опять мокрое лицо. Значит, следующий этап. Он не всегда. То есть, если вот то, что до этого делала, я всегда делала. Это энзимная пудра. У меня, значит, два варианта. Это корейская ProU и российский бренд Araria. Энзимная пудра – это реально вот такой прям порошок. Кстати, я заметила, тоже многие девушки неправильно его используют. Прям порошок-порошок. И вот этот порошок очень здорово, ну, скажем так, полирует кожу. То есть он создает более такое вот гладкое ощущение на коже. Поры становятся меньше, она матовая становится, да, то есть исчезает там жирный блеск. Или просто, знаете, как бы вот, если раньше мы использовали чаще всего скрабы, то сейчас вот энзимная пудра, я ее использую, ну, где-то раз в неделю максимум. Это один вариант. Второй вариант – это, я тоже очень люблю, у меня есть вот такой бейкинг сода. Это химический пилинг домашнего использования фирмы J.ON. Я его тоже использую где-то раз в неделю. У них действия разные. То есть визуально есть ощущение, что они похожи. Ну, вот этот бейкинг сода, химический пилинг, здесь три вида кислот, он как омолаживающий эффект идет. А что касается энзимной пудры, то она дает больше такой полирующий эффект. И то, и то я наношу вот эти два средства. Они наносятся на мокрую кожу. Вот у меня сейчас мокрая кожа. Как наносить энзимную пудру? Я вчера делала вот этот скраб. Значит, сначала я мочу лицо, естественно. Затем у меня мокрые ладошки. Я сюда высыпаю пудру. И тут важно эту пудру симульгировать, чтобы она у вас превратилась уже в пенку. То есть вы не сухую пудру наносите на сухую кожу. А вам нужно, сейчас я вот так вот делаю, чтобы она превратилась вот в такую пенку. И лицо мокрое. И вы начинаете тоже где-то на секунд 30 вот так вот слегка массировать кожу, чтобы у вас получился как раз эффект, который пудра, ну вот эта энзимная, и обещает. Поры. Мне сейчас неудобно, поэтому я в душе делаю. Обычно лицо заканчивается вот где заканчивается декольте. Поэтому я обычно очищаю именно вот таким вот образом. Все, 30 секунд. Ну 15-30 прошло. И опять умываемся. И когда я умываюсь, я немножечко касаюсь зоны глаз. То есть именно специально на зону глаз все вот эти средства не наносятся. Уже когда вы начинаете смывать водой, то у вас, естественно, эти средства попадат. И этого достаточно. Также из масок у меня вот вчера я, например, делала это Кадали. Маска Детокс. Очень хороша. Она опоры мне суживает и тоже делает такой отдохнувший вид. Ну больше всего такая она как, ну не то чтобы антистресс, но вот восстановить кожу, если она там раздраженная. Ну и конечно тоже вот Жакскин. Да, моя маска. Биоцеллюлозная. Она очень хорошая, дает омолаживающий эффект. Ее я использую в месяц, два, максимум три раза. То есть это не то, чтобы, знаете, там раз в неделю использовать. Нет. Два-три раза в месяц, потому что у нее очень сильное воздействие, поэтому больше нельзя. Если кожа у меня какая-то воспаленная, то я могу, например, там масло чайного дерева. Так у меня еще есть масло розы. В данном случае это ладан. И вот я добавляю в крем несколько, не несколько, там буквально, там капельку. Потом смешиваю и наношу на лицо. Еще обязательно нужно вдохнуть аромат. Ой, я забыла еще главную вещь сказать. Я же еще периодически использую автозагар. Я его обожаю. Вот, например, я захотела автозагар. У меня автозагар два варианта. Спрей, который я использую. Ну, например, вот я сейчас все это нанесла и понимаю, что мне нужен автозагар. Вот я наносила, по-моему, позавчера. И видите, кожа такое впечатление, как будто бы она с тональным кремом. Вот такой эффект мне лично дает автозагар, поэтому я его обожаю. Автозагар держится у меня, ну, где-то дня 3-4. Вот видите, даже после очищения все равно вот этот эффект и есть. Значит, я могу сейчас спрей использовать на лицо. Снимаю халат, беру спрей. Уже видите, у меня все средства есть. И на расстоянии вытянутой руки начинаю брыскать вот так вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Шик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Жду буквально минутки-две. Он у меня фиксируется на лице. И все, и утром я с легким загаром. Или, например, как я тоже люблю, вот это у меня сыворотка автозагар. Это у меня и то, и другое Сент-Моррис. И я добавляю не одну-две капельки. Я уже просто умею им пользоваться. И одна, сколько мне надо. И если мне нужен сразу такой вау-эффект, то я добавляю сразу много. Если я понимаю, что вот я вчера там или позавчера делала, и мне нравится, но я хочу еще чуть потемнее, то я тогда добавляю там 2-3 капли. Вот. И добавляю я куда? Или в сыворотку, или в крем. То есть я беру крем, туда вот эти 3 капельки, смешиваю и наношу на все лицо и на шею на декольте. И все. И утром у меня как будто бы у меня уже есть тональный крем. Ну, в общем-то, вот все. Вот эти вот все ритуалы. Вот. Кожа отдохнушая. И теперь уже можно идти спать. Выглядит она хорошо. Еще. Не всегда, но все-таки я делаю. Это у меня силь гламур. Средство для роста ресниц. И вот когда мне хочется их немножечко напитать, сделать по длине, по гуще, то вечером я использую. Я это делаю курсом, я не использую постоянно, потому что когда используешь это средство, все-таки глаза, они такие немного раздраженные. Ну, даже не немного. Бывают вот они красные. Красные слизистые, красные белки. И вот тут вот тоже зона вокруг глаз, она краснеет. Поэтому с такими глазами не очень комфортно ходить, конечно же. Но зато, если вот месяц попользоваться, я вот так вот раз в день, вечером только наношу. Здесь вот такая тонюсенькая кисточка. И я наношу как раз на корни ресниц. На нижние специально не наношу, я наношу только на верхние. Вот. И у меня получается хорошее количество средства пропитывается и верхние, и нижние ресницы. И через месяц будут вот такие. Вот я в ожидании. На брови я особо не мажу, потому что брови у меня какие есть, такие есть. Дело в том, что у меня никогда они не были особо густые. И то вот я тут их покрасила не так давно. Потому что если луковицы там нет, не было, то уже, конечно же, мы их там и не сможем реанимировать. А если брови были выщипаны, например, и вы хотите это растить, вот тогда как вариант можно, средство то, которое для ресниц использовать, и, конечно же, для бровей. Все. Я пошла спать. Вот такой у меня вечерний ритуал. А, нет, еще нет, это не все. Еще у меня крем для тела, крем для пяток, крем для шеи, крем для груди, для попы. Но это не все разные средства. Ну, еще крем для рук обязательно. И я бывает так, что если у меня там осталась какая-то сыворотка, например, да, вот я покупала там пруфми, и вот сейчас пользуюсь другой, соответственно, это у меня стоит. И чтобы она не пропадала, я ее наношу на руки. И, кстати, руки я тоже делала, там, энзимную пудру, химический пилинг. То есть тут тоже нужно омоложение. Делаю сыворотку, а потом наношу крем для рук. И вот так вот я иду спать. То есть вот дополнительная еще забота и про руки. Ну, сами все прекрасно понимаем, что с ними сложнее, потому что воздействия больше, да. И вот у меня собака, мне каждое утро и вечер ее мыть надо. Мыть, стирать квартиру тоже. Я сама убираю. Ну, бывает, у меня приходит, там, генеральную уборку делает помощница. А так все, да, там, иногда посуду или еще что-то. Понятно, что у нас руки постоянно. Поэтому периодически я еще делаю и маски для рук. Все те же самые, что для лица. Например, там, увлажняющую сюда тоже наношу и хожу с этой маской, чтобы вот руки как-то подпитать. А есть еще специальные такие перчатки, которые можно там на 20 минут, они тоже очень хорошо питают кожу рук. Вот. Ну, в общем-то, это все. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть мои ритуалы, то, что я делаю. И вот так вот у меня практически каждый день. Средства много, но мне все это нравится. У меня прямо, знаете, вот это мое время, когда я прихожу и начинаю всеми этими мазилками мазаться, мне кажется, они дают очень хороший результат. Кто бы что ни говорил, что это все ерунда, но, не знаю, может быть, именно благодаря тому, что пока все эти процессы идут, ты просто наслаждаешься, смотришь на себя, там, одно, второе, третье. Мне кажется, даже вот это состояние, когда ты в процессе всех этих мазилок находишься, оно очень благотворно влияет на наше тело, на наше состояние. И мы вроде бы наносим там одно, второе, третье, но при этом есть ощущение, что кожа как будто бы становится еще более бархатной, гладкой, нежной, чистой. Вот какая-то чистота такая, что вот есть ощущение, как будто я сняла старую кожу, и вот у меня новая, молодая. Дорогие девушки, спасибо вам за внимание. Вот я, можно сказать, оголилась, показала вам свой ритуал. Напишите, что вы делаете. Может быть, я что-то не знаю, надо еще что-то добавить в свой вечерний ритуал. И напишите, понравилось ли вам. И, может быть, вы для себя тоже возьмете что-нибудь на заметку и будете это использовать. И результат не заставит себя долго ждать. Вы увидите, насколько у вас преобразится кожа, если ей требуется вот такой вот тщательный ход. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok